Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сейчас, накануне посевов, все видеоролики, все темы у нас именно о предпосевной обработке семян и грунта. Я уже говорила, что когда буду растворять фитоспорин, я вам покажу все подробно и расскажу. Фитоспорин знаком многим. Он защищает от болезней и это ростоускорение написано, видите, для профилактики и лечения растений от грибных и бактериальных болезней. Фитофторы, корневой гнили, парши, мучнистые росы, черные ножки. Перечислять все не буду. Вы все знаете, что мы его очень часто используем для предпосевной обработки почвы. Именно для этого я сейчас буду растворять его, этот пакет. Но так как пакет большой, его хватит на очень долго мне. Вот эту вот пластину, самая сложная в нем, это именно процесс растворения. Сейчас я буду рассказывать и показывать вам, как правильно приготовить раствор фитоспорина. Его можно хранить очень долго, на весь сезон вам хватит. И немного хочу задержаться на инструкции. Содержимое пакета 200 грамм развести в 400 миллилитрах воды. Вот я приготовила себе воду, я ее взвесила на весах, здесь ровно 400, но можно просто отмерить стаканами. Там если 20-30 грамм попадет лишних воды, ничего страшного не будет. Вы потом этот раствор рабочий все равно будете растворять водой. Так вот это будет у нас концентрат фитоспорина. Его нельзя вот в таком рабочий раствор поливать, никуда добавлять. Его нужно обязательно растворять еще водой. И тут у нас в инструкции подробно указано, надо следовать инструкции, что вот например для замачивания семян надо всего 2-4 капли добавить на стакан воды. Всего 2-4 капли. Это совсем минимальное количество. Потом когда опрыскивать растение, там уже 2-3 чайные ложечки. И для полива почвы мы будем использовать летом уже 1 столовую ложку на 10 литров воды. Так что вот начинающим садоводам и огородникам нужно обязательно знать, что вот этот рабочий раствор мы используем в разных концентрациях. И концентрация зависит от того, что вы хотите сделать. Или замочить семена, или опрыскивать растение по листьям, или поливать растение. Все. Еще им же обрабатывают компост. Видите написано 1 столовая ложка на 1 литр воды на 50 грамм компостной массы. Это делается для чего? Для того, чтобы все вредоносные бактерии, которые в компосте, там они есть, естественно, они погибли. И чтобы компост был безопасен, и его можно было использовать на грядках для выращивания наших овощей. Сейчас концентрациями мы заниматься не будем. Сейчас я приготовлю только рабочий раствор для того, чтобы мне предпосевную обработку почвы сделать. Я вот до этого делала предпосевную обработку способом полива. Вот лоток стоит, марганцовкой. А вот это вот я приготовила тазик с грунтом. Его я буду обрабатывать фитоспорином. Самое сложное это добыть вот эту вот пластинку. Имейте в виду, он очень липучий. У вас после этого будут, конечно, ну чем вы будете пользоваться? Ножом, ножницами. Все будет в этом фитоспорине. Но он легко отмывается, он безвредный. Он весь из натуральных веществ. Кто не очень, как, боится замараться, можно просто откалывать вот эти все. Он такой, как шоколад липучий, шоколад такой какой-то. Шоколад для растений будем называть его так. И вот всю эту пластиночку, особо хочу отметить, что он очень долго, до полного растворения растворяется. И если вы хотите обрабатывать, например, завтра почву или послезавтра, в день обработки вы его не растворяете. Начинайте за 2-3 дня, он там растворится хорошо. Несколько раз вам придется его помешивать. И за день-два, ну не меньше суток, он полностью разойдется у вас весь. Надо ждать до однородности вот этого раствора, чтобы не было комков, кусков не растворившихся. Все, все 200 грамм мы туда поместили. Так, все до одного соберем. Терять не надо грибочки драгоценные. И потом любым, ну вот я сейчас не взяла, я старой зубной щеткой мешаю, любым предметом, таким палочкой деревянной, помешать. Если мы посмотрим, после длительного помешивания, ничего почти там у него не изменилось. Видите, эти глыбы так и лежат. Для того, чтобы быстрее растворилось, надо делать вот эти кусочки помельче, прям маленькими-маленькими в кружку. Но я не тороплюсь, я буду помешивать вот сутки-двое, я буду вот так помешивать, подходить и помешивать, пока все комочки не разойдутся. Все, вот этот кратенький, такой совсем короткий видеоурок, его тема, как приготовить рабочий раствор фитоспорина. Потом уже вот этот густой рабочий раствор мы переливаем в полторашку. И весь сезон я хожу с ним по огороду. Надо полить что-то под корень. Раз, взяла столовую ложку вот этой густой массы, у него консистенция будет как кефир или жидкая сметана, вот такое что-то. Сейчас вот мне надо будет грунт пролить, я тоже приготовлю раствор, пролью, размешаю и все. Рабочий раствор готов. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова и моя Огородная Азбука. Добавляйтесь ко мне в группу, забыла сказать новость. У меня теперь есть группа Огородная Азбука, теперь все материалы будут там. Теперь не только я смогу туда все добавлять. Добавляйте свои снимки о первых всходах. У нас будет фотоконкурс, рекорды, наши рекорды, самый большой томат, самый экзотический томат. Всякие-всякие конкурсы будут у нас и темы. Заходите, читайте, добавляйтесь. Я открыла раздел «Скорая помощь» в этой же группе. Кто хочет сразу получить быстрый ответ на свой вопрос, пишите туда, и я в виде видеоконференции буду отвечать раз в 2-3 дня на все вот эти ваши быстрые вопросы, которые не терпят отлагательств. До свидания еще раз. С вами была Ольга Чернова.